А всем привет с канала Brim Team! И сегодня мы начинаем такой спектр передач, серию передач, посвященную теории спиннинговых удилищ. Я думаю, уложимся наверно в 3-4 выпуска. Здесь будет исключительно теория. Может быть, если получится, выберемся на водоем. В первую очередь, что хотелось бы отметить, опять-таки, что канал для новичков, что я делюсь своим опытом с людьми, которые только начинают. И делюсь я подробным языком, как именно я понимал все аспекты ловли, когда сам ее осваивал. Так как есть очень множество рыболовных каналов. Снасти Здрасти, Алексея Фадеева, Ромарио Агро. Это не реклама, это просто сравнение те, на ком учился я. Но может, для кого-то их объяснения покажутся сложными. Я же попытаюсь максимально просто объяснить сложные вещи, может быть, для какого-то теоретического понимания. Прошу прощения, если буду щуриться, на улице просто адское солнце, адское пекло. Так, первый наш выпуск будет посвящен спиннинговым удилищам, а именно такому понятию, как тест. То есть, я вам здесь даже так вот напишу. Тест. Если, конечно, будет видно. Так, ну я буду здесь писать, а потом сниму, и мы еще раз пройдемся. Даже, наверное, тогда сделаем немножко по-другому. Снимем это все и буду писать здесь. Любое удилище, будь то поплавок, фидер, спиннинг, имеет такое понятие, как тест. Тест, правильно, от слова тестирование. Это однокоренные слова. То есть, при этих условиях данное удилище было тестировано, и эти нагрузки оно выдержало. Что это значит? Вот, допустим, удилище мы имеем. Сейчас я вам примерно нарисую. Предположим, что вот эта черта, это удилище. 100-250 грамм. Это его тест чувствительности. Такие тесты встречаются у крокодилов. То есть, это сподовые удилища, наверное, вот тут где-нибудь будет подсказка, как мы забрасываем этим удилищем с помп. То есть, первый порог цифра 100, она сейчас в круг обведена, это порог чувствительности, от которого уже почувствуется ведение приманки по дну. Следующий порог, который мы отметим квадратом, это верхний порог по нагрузке. То есть, что это значит? Что от первого порога мы чувствуем нашу приманку, как мы ее ведем, от второго порога мы уже должны его не переступать, так как это крайняя граница надежности удилища, заявленной его производителем. Естественно, есть английский заброс, где там свисают полметра и метры, тем самым дает нагрузку на бланк более проболичную, более линейную, и поэтому удилище может простить перегруз. Но рекомендуется все-таки бросать веса от первого порога, не переступая во второй порог, то есть нижний и верхний порог. Рассмотрим на примере наших спиннинговых удилищ, которыми мы чаще всего пользуемся. Допустим, вот это хлыст от удилища полторашки, так называемой Вероны, от компании Исшарк. То есть, вот мы имеем характеристика WT, WT, 8,18 грамм. Что это значит? То есть, вот опять-таки мы берем, рисуем наше удилище, 8,18 грамм. То есть, от 8 грамм на вот этом именно хлысте, на карбоновом тонком, мы будем чувствовать приманку, как она идет по дну, и чувствовать поклевку даже осторожной рыбы. 18 грамм – это верхний порог, заявленного производителем надежности. То есть, если вы кидаете до 18 грамм, удилище работает так, как оно было создано. Если вы удилищем с тестом 8,18 грамм кинете вес 24 грамма, никто вам не гарантирует, что хлыст у вас не стрельнет, то есть не сломается. Иными словами, допустим, мы пошли на рыбалку, мы взяли вертушку с Blue Fox. Вот она, пожалуйста. Она весит порядка 9 грамм, 9 или 10 грамм. То есть, 10 грамм находится уже в отметке выше 8, но меньше 18. Иными словами, этот вес мы можем комфортно кидать, чувствовать, как блесна в процессе прохождения крутится, и мы не боимся этим весом сломать удилище. Но! Уже в следующий момент сразу но. Так, извиняйте, это коробка с воблерами. И вот уже следующий момент. Если мы берем блесну, допустим, Кастмастер, такой толстенький, весом в 14 грамм, чуйка у нас уже будет по этой приманке максимальная. Так как мы приблизимся к максимальному значению по тесту удилища. Но если мы уже потом возьмем, допустим, вот такую вертушку, вес которой 22 грамма, то есть 22 у нас уже сильно больше 18. То есть мы переступаем за порог удилища. Мы можем, конечно, кинуть. Профессионал может кидать всю жизнь спиннингами веса больше теста и не сломать удилище. Но новички на своих вот этих силовых забросах таких просто отстреливают вершинки. И по опыту работы в раболовном магазине потом приходят люди с пустым комлем и спрашивают, а у вас хлыстики продаются. Мы спрашиваем, а что у вас случилось? А я перевесил. То есть у меня там тест удилища до 20 грамм. Я шмалял 40. Вот к чему приводит несоблюдение теста. Просто к поломке хлыста. Если хлыст подобрать еще можно к комлю, то слом комеля это критично. Это значит, вы сломали удилище. Так вот, давайте рассмотрим еще пару примеров на наших удилищах. То есть верону мы откладываем в сторону. Допустим, возьмем такие две противоположности. Ультралайт и хэвик. Хэвик это спиннинг, который рассчитан на тяжелый вес. И то, что у меня в руках от компании Среда Харк Спиннинг. Вот так вот он выглядит. Это еще не самый тяжелый такой по весам. Его характеристика веса 30-60 грамм. Вот. Это его характеристика. 30-60 грамм. Все, что меньше 30, мы на этой дубовой палке просто-напросто не почувствуем. Потому что она именно создана для тяжелых весов. То есть, чтобы нам почувствовать эту палку, мы должны взять какой-нибудь силикон. Взять головку в 24 грамма. Вот. Которая в сумме даст нам 30-35 грамм. И уже этот вес кидать. А выходя за 60, то есть, вот в этом диапазоне мы будем комфортно чувствовать нашу приманку при проводке. Уже за 60 грамм. То есть, 60 грамм это вес трех джиг головок. Вот. Таких вот чебурашек. То есть, это очень много. Это 60 грамм свинца. Мы уже можем выйти за этот тест. Но, опять-таки, непрофессионал при вот этих вот хлестких забросах просто сломает удилище. Может быть даже в рукояти, либо в комле. Далее. Та же ситуация. Удилище у нас имеется с определенным тестом. Только это уже ультравайтер компании Amundsen. Sevy SP2. И тест по его приманкам. Тут очень тонко написано таким каллиграфическим шрифтом. 2,10. У ультравайтов очень маленький вес. И кидать им можно от 2 до 10 грамм. То есть, это настолько низкий вес. Это блесна. Вот такие маленькие. Вес этой блесны 3 грамма вроде бы. Вот. Либо кидаем не тяжелые воблера. Если ультравайтер у нас такой больно твердый. То есть, такой хлысткий. Но опять-таки, к этой теме мы вернемся еще в следующих роликах. Здесь уже идет такое принципиальное отличие. Здесь я нарисовал больше делений. То, что мы можем кинуть приманку весом в грамм. То есть, мармышку и микротвистер такой. Но мы можем это не ощущать. И через кольца это будет с меньшей инерцией проходить. А уже дальше у нас будет существенное отличие. Тем более, у меня это палка для блесен. И она очень мягкая. И что на 2, что на 7, что на 10 граммах она играет абсолютно по-разному. У нее идет большая инерция по хлысту. То есть, хлыст совершает... Сейчас попробую зарисовать. Вот эти полоски сейчас объясню. Представьте, что здесь комель находится. А это хлыст нашего удилища в спектре. Когда мы машем, допустим, при 4 граммах он у нас будет более плавный. То есть, мы сможем прям увидеть, как он ходит. При загрузке в 10 грамм у нас удилище будет более инерционным. Оно будет более сильнее пружинить и работать на приманке. И уже ультралайтовые удилища перегружать. Это очень критично. Амутсином я кидал максимально 8 грамм. То есть, блесна до 8 грамм. И силикон с чебурашками свинзовыми до 8 грамм. Я не подступал к порогу 10 грамм на Амутсине никогда. Потому что этой палкой я очень дорожу и сломать ее не хочется. Также хотелось бы отметить, что тесты могут быть совершенно разными. Ультралайты могут доходить от 0,3 до 3,5. То есть, это сработает при нано-джиге на абсолютно деликатнейшем весе. Есть, допустим, для лайтового удилища очень стандартный вес в 3,15 грамма. То есть, это довольно-таки комфортный вес даже для новичка. А вот это мудилище немножко хотелось бы подробнее остановиться. Оно очень старое, но очень рабочее. Это компания Белза. Германия Пронто 60. Вес у этого мудилища 40-60 грамм. То есть, идет очень вообще маленький диапазон чуйки. Вот так примерно выглядит тестовой диапазон этого удилища. То есть, все, что ниже 40, мы не ощущаем. Мы слышим только в катушке какое-то постукивание, что у нас приманка падает на дно. В комле мы не ощущаем ничего. И от 40 до 60 грамм только у нас идет максимальный комфорт и максимальная чувствительность по бланку. То есть, мы видим, как отыгрывает вершинка, как отыгрывает весь хлыст. Мы чувствуем удары в рукоять. После 60 также мы будем чувствовать это еще лучше. Но уже будет идти перегрузка. И любой неаккуратный замах будет чреват тому, что хлыст удилища просто-напросто стрельнет. И поэтому, к этой теме мы еще вернемся в следующей серии, так сказать, спиннинговой школы. И поэтому, когда человек, заходя в магазин, спрашивает, у вас есть спиннинги и слышит в ответ, какой вам нужен, не нужно говорить, что любой. Потому что для вот этого и для вот этого нужны абсолютно разные спиннинги. А у нас их насчитывается, сейчас я вам прямо даже скажу. Тут я вытащил пять. И в шкафу два. То есть, семь спиннингов. И то, я посмотрел, мне нужно еще два. То есть, для максимального комфорта по приманкам я еще хочу наноджик. То есть, у меня минимальный вес от двух до десяти. Дальше идет в 3,15. А я еще хочу докупить от 0,7 до 7,5. И твичовую палку 7,28. То есть, вот. Перед вами эти удилища. Пять удилищ спиннинговых. Но этого мало. Потому что фидером мы можем одной палкой кидать веса. И то, не каждый. Потому что это мы все вернемся опять-таки в тему разговора про тесты уже у фидерных удилищ. Поэтому, универсального удилища для спиннинга не бывает. Всегда нужно опираться на понятие, которое я вам сейчас прямо выделю. На вот это вот понятие. На тест. Я надеюсь, я объяснил вам максимально информативно, что такое тест. Как на него опираться. Также маленькое послесловие, что вы должны знать веса своих приманок. Либо на них написано. На них самих. Либо вы их взвешиваете на точных весах, которые есть в рыболовных магазинах. Или может быть у вашей жены. Либо у ваших родителей. На кухне. Для готовки. Там для сыпучных смесей. Именно такими весами вы взвешиваете приманки. И уже от приманок вы опираетесь. Какое удилище брать на сегодняшнюю рыбалку. Я думаю, на этом можно видеоролик заканчивать. Оставляйте обратную связь. Фидбэк. Мы все комментарии читаем. Очень рады вашей активности. Канал растет. Мы тоже. И опять-таки, чем сильнее мы продвигаем наш канал, тем будет больше улучшаться качество выпускаемого контента. А это все зависит только от вас, друзья. Спасибо за просмотр. Пока.